Если вы столкнулись с проблемой, то что у вас перестал работать приложение HD Video Box или Plus версия, есть решение. И я вам сейчас продемонстрирую два выхода с данной ситуации. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. В первый путь я покажу то, что можно провести какие-то внутренние настройки. Другое решение это поставить зеркало, но оно 50 на 50 сработает. И третий вариант то, что можно найти аналоговое приложение, которое я вам также покажу. Что касаемо данной программы HD Video Box, сейчас мы сталкиваемся с той проблемой, что оно у нас не работает. По каким причинам? Объясняю. Потому что у нас прошла блокировка и мы что бы не делали, то есть видео не будет работать. Почему? Потому что вот в источниках искать видео файлы, у меня был до этого Filmix Pro. Даже если мы сюда зайдем и вы найдете какие-то выборы источников, там у вас будет всего лишь один Filmazaar. Но я вам скажу так, чтобы мы здесь не клацали, даже если у вас был Filmix, как и у меня вот здесь. Мы создавали аккаунт, если вы не создавали, то я создавал. И все равно он работать не будет. Решение какое? Нам нужно удалить Pro-версию, скачать обычную версию и будем смотреть все в принципе то же самое. Но без Pro-версии, с рекламой, как понимаете. Это единственное решение. К сожалению, только так. Почему это произошло? Я вам сейчас не могу ответить. Почему Pro-версия не работает? В данном случае не работает. Если заработает, я обязательно об этом дам знать. Запишу видеоролик и полноценно опять будем использовать. Ну а пока как-то так. Сейчас я вам покажу то же самое, только на другой версии приложения, скажем так, аналог. Переходим в Google, нам нужно написать vplay1 и перейти на сайт. То есть переходим на вот этот сайт, опускайте самый низ, нажимаете скачать файл, загружайте его и устанавливайте. Все, вы получаете уже полноценное приложение, с которым можете уже ознакомиться и в дальнейшем использовать тот же, как и было с HD Video Pro или просто обычной версии. После того, как вы распаковали файл, установили, приложение выглядит примерно вот так вот. То есть вот оно меню. У нас на возврат, что видно. Главное меню торрента, то есть это эти закачки, закладки, истории. Но чтобы закладки работали и в 4К это все работало, то есть нам нужно авторизироваться. Нажать вот сюда, вот у вас будет сначала вот таким вот фиолетовым, буква N или английская H, и вы не сможете зарегистрировать, ну то есть эти делать все процессы. Когда вы введете свою почту, то есть вам нужно регистрироваться, а потом авторизироваться. То есть первые проводите регистрацию, вводите электронный адрес, потом пароль существующего адреса, естественно, и авторизируетесь. Потом у вас появится вот уже такое окошко, и в закладках уже вы сможете добавлять сериалы, фильмы и так далее. Все в принципе то, что вам нужно. Вот как у меня все работает довольно так же, очень в принципе комфортно. Поначалу будет непривычно, если сравнивать, конечно, с HD VideoBox. А так довольно-таки понятно, доступно все работает. Опять же, ссылка будет закреплена в комментарии под видео, там будет вам и как бы зеркало на HD VideoBox, если интересно, или же захотите данное приложение ViewPlay. Вот, устанавливайте, пользуйтесь. Ну вот и все, ребята, в принципе, все было понятно, доступно. Если будут вопросы, конечно же, пишите. Также не забывайте подписываться на канал Just Run. Я там сейчас провожу розыгрыш мотоцикла. Только набьете 10 тысяч подписчиков и тысячу лайков, я сразу же разыграю среди всех подписчиков. Дальше больше, скоро увидимся.